Дальневосточная группа Дальневосточная группа Дальневосточная группа Однако этот университет обучает студентов по специальностям исторически и экономически востребованным в нашем крае – судоводители, логисты, специалисты по добыче водных ресурсов. Для Портового Владивостока это всегда актуально. В этом году у нас на программы бакалавриата и специалитета на очную форму обучения выделено 410 бюджетных мест, на заочную – 210. Идет активная работа по приему документов. Основная часть документов подается по электронной почте, но внизу у нас работает консультационный пункт, где представители кафедры ответят на все интересующие абитуриентов вопросы. Без сомнения, Владивосток – точка притяжения для желающих грызть гранит науки. Вузы в столице Дальнего Востока самых разных профилей и калибров. Настоящим гигантом среди них, конечно, остается ДВФУ. Крупнейший университет региона выделил для приемной комиссии сразу два зала в здании школы биомедицины. Пока сотрудники и волонтеры вуза вежливо беседовали с абитуриентами, мы узнали о ходе кампаний у ответственных лиц. Дальневосточный федеральный университет распахнул свои двери в этом году. Для уровня образования бакалавриата специалитет мы предлагаем порядка 2000 бюджетных мест. Сильных изменений по процедурам подачи документов в университеты в этом году нет, поэтому абитуриенты примерно понимают, что, как, все происходит по тем же механизмам, что и в прошлом году. Охват специальностей в ДВФУ действительно огромен. Как говорят в приемной комиссии, от теологии до ракетостроения. В ДВФУ есть буквально все представленные на рынке труда сферы. Однако есть во Владивостоке вузы, пусть и более специализированные, но не менее популярные. Вот и в Морском государственном университете тоже кипит приемка. Главное соперничество здесь между будущими студентами и курсантами. Ведь последними быть, говорят, очень уж престижно. Именно курсанты МГУ проходят так называемые 12 месяцев оморячивания. Дважды по полгода будущие судоводители из Тормехи проведут на трехмачтовом паруснике. Речь идет, конечно, о надежде. Однако сначала для этого нужно поступить. Как всегда, самая популярная специальность у нас в настоящее время – это судовождение. Наибольшее количество заявлений подано именно на эту специальность. Всего в 2019 году у нас выделено около 900 бюджетных мест. На программу среднего образования у нас выделено около 600 бюджетных мест. Ну и большой конкурс у нас в Морском колледже, Морском технологическом колледже. Стоит отметить, что суммарное количество бюджетников в МГУ имени Невельского лишь на 500 единиц меньше, чем у крупного ДВФУ. Это прямо говорит о том, что государству моряки точно нужны. У нас большое количество абитуриентов поступает из других регионов. Это обусловлено тем, что при обучении на курсантских специальностях им предоставляется бесплатное проживание, питание, обмундирование и плюс еще военная кафедра. Кроме ДВФУ и МГУ имени Невельского, ВУЭСа для Рептуза, во Владивостоке распахнули свои двери и Тихоокеанский медицинский государственный институт, институт искусств, таможенная академия и другие. Сейчас рано говорить о результатах приемной кампании, однако кое-какие выводы сделать уже можно. И самый главный из них – высшее образование, судя по активности абитуриентов, не теряет своей актуальности. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова